По большей части должна быть местная продукция. Сейчас, например, овощами местного производства жители региона обеспечены только на треть. Для достижения поставленной цели необходимо увеличивать производство, в том числе местные огурцы и помидоры, выращивать круглогодично. В перспективе и собственная рыбопереработка. Когда планы превратятся в реальность, говорили на встрече глава региона Игорь Кошин и руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК. Олег Белак отчитывался о работе ведомства за 8 месяцев этого года. Вылов и переработка печёрской рыбы – одно из приоритетных направлений в экономике региона. Строительство рыбоперерабатывающего предприятия должно обеспечить жителей округа не только продукцией собственного производства, но и рабочими местами. Как минимум, рыбоперерабатывающий цех даст 350 рабочих мест. Сейчас у нас идёт ПСД, она расторгована, выиграла фирма «Новосибирская». Архитектура, по-моему, 21-й. То есть сможет ли от одного гигантского рыбозавода, сейчас будем строить другой гигантский рыбозавод. Игорь Викторович, у нас потрачено порядка 100 миллионов рублей на бюджетных инвестиций. Просто сам по себе фундамент, эти 100 миллионов мы никуда не сможем предложить, как некий проект. С рыбаком, по союзам мы давайте договоримся. Они сделают переработку. Только если им не надо будет нести на себе облеменение этой площадки за 100 миллионов. Нет, безусловно. Мы изначально так и не говорили. Есть модульное решение. Но мы их потом же туда отправили. Ваши же подчинённые это сделают. Делают малые формы, малый цех здесь. Давайте найдём землю, найдём участок. Мы должны с вами сделать переработку. Эта задача перед Киселёвым стояла. Киселёв должен был её с управлением совершенно спокойно перенести в департамент. Поэтому, пожалуйста, это прямо себе пометим. А это контрольное поручение. Сейчас большие объёмы рыбы уходят за пределы округа. Под любительское и традиционное рыболовство маскируется бизнес. В минувшие выходные был установлен рекорд изъятой незаконно выловленной рыбы – 400 килограммов. Заказчики из республики Коми арендовали для её вывоза вертолёт. Предотвращая подобные случаи, накануне заместитель губернатора Олег Белак отказал троим таким любителям рыбной ловли – выдачи разрешения на добычу водных биоресурсов. Заявляется плавать 31 декабря 2015 года, 31 января 2016 года, 1 декабря 2016 года. Оставные сети ещё ладно, а потом идут плавные сети 300 метров, ЕЧА 45. И там пошёл, пошёл, пошёл. Объёмы такие, что у нас промышленники меньше просят. Округ славится не только рыбной, но и мясной продукцией. Основной переработчик – мясокомбинат. Переживает не лучшие времена. Но вместе со сменой руководства общества мясопродукты удалось сократить расходы предприятия. Например, реализовано неиспользуемое консервное оборудование. Прекращено производство убыточных макаронных изделий. Изменён рабочий график. По плану, экономия за год должна составить 17 миллионов рублей. В ближайшие годы в регионе должно увеличиться собственное производство овощей. Сейчас в тепличном комбинате «Солнышко» Ненецкой агропромышленной компании завершается ремонт котельной. У нас самое главное – это сейчас в конце этого года должен завершиться ремонт. Но там есть переход на 16-й год – это котельная. После того, как будет завершена котельная, на этапе готовности 90% уже будем, скажем так, рассматривать строительство, уже тогда запуск. То есть переход отремонтировали, колонны стоят, уже запуск непосредственно строительства самих теплиц. Запуск новых площадей позволит обеспечить горожан свежей зеленью и овощами круглый год, а также расширить ассортимент производимой продукции. К огурцам, томатам, луку и зелени добавляются болгарский перец и баклажаны. Развитие агропромышленного комплекса в условиях импортозамещения должно иметь поступательное движение. Только вперёд. Поэтому тем чиновникам, кто не исполняет поручения, Игорь Кошин в ходе встречи объявил выговор и замечание. Речь идёт о руководителе Управления природных ресурсов и экологии Сергея Чибисове и начальнике Управления агропромышленного комплекса торговли и продовольствия Сергея Киселёве. Причина замечания – заминка с перечислением в хозяйство округа субсидий на наращивание поголовья оленей объёмом в 10 миллионов рублей. Вы ещё разобрались в ходе нового? Ну, если вина, допустим, работников департамента, ну, объективно, естественно, она присутствует, потому что... Что наказано? Наказаний, честно говоря, я к ответственности никого не привлекал. Кто у вас занимается сельским хозяйством? Сергей Сергеевич? Сергей Сергеевич. Объявите ему замечания, потому что, я так понимаю, выводов и своих ошибок мы не делаем. Помимо этого, губернатор напомнил, что в январе-феврале также были существенные задержки с перечислением субсидий оленеводам, из-за чего мясокомбинат получил на переработку гораздо меньше оленины, чем планировалось.